Продолжение следует... В эфире телепередача «Охота и рыбалка в Якутии». Испокон веков движущей силой Якутии, неотъемлемой частью жизни народов Саха, является самобытная культура, выраженная в традициях, обычаях и своеобразных ментальных ценностях. Считается, что Якутия – один из самых охотничьих регионов страны. Уклад жизни коренных жителей, особенно сельчан, тесно связан с понятием охота. КОНЕЦ Вот и ленский охотник Эдуард Тимофеев. Каждый год в октябре собирается в тайгу на заготовку мяса, а также добычу пушнины. Наторинские таежники с особой щепетильностью относятся к разведению рабочей лошади. Ведь именно это, выносливое животное, выручает охотников при передвижении по ленской непроходимой густой тайге. Поэтому, чтобы иметь хорошую лошадь, проделывается огромная селекционная и воспитательная работа. КОНЕЦ Также колоссальную помощь хозяину оказывают собаки. От качества их труда зависит немалая часть успеха промысла. КОНЕЦ Это еще щенки, но сегодня мы их возьмем с собой в тайгу. Пусть привыкают к охоте. КОНЕЦ Так что наторинцы относятся к четвероногим друзьям не как к домашнему питомцу, а скорее как к члену своей команды. Пришло время тронуться в путь. Охотничья избушка расположена на верховьях реки Мода, в 40 километрах от села. Сейчас там Эдуарда ждут люди и опытные собаки, чтобы пойти на лося, попутно ведя промысловую охоту на соболя. По дороге молодые собаки Эдуарда подняли неплохого атаса, самца Соболя. Но, к сожалению, его товарный вид оказался не совсем удовлетворительным. В области шеи мех окрашен ярко-желтым оттенком. А вот и пункт назначения – верховья Моды. С этой базы настоящий охотничий путь вступили многие охотники. Одним из них был мой отец – Александр Борисов. Ленская земля с ее разнообразной тайгой и интересными людьми, де-факто пропитана духом охоты. Проходя непростые испытания, уготовленные Байнаем, будущий охотник здесь познает азы, смотрит на мир уже другими глазами и проходит проверку на выносливость, работоспособность и выдержку. Вдохновленный именно этими местами, перенимая опыт наторинских стариков-охотников, мой отец навсегда влюбился в это нелегкое, но истинное родное дело – охоту. Здешняя тайга покорила и сердце Юрия. Он проводит здесь уже свою третью осень подряд. Приехал на базу пару недель назад, как раз к пролету гусей, а также успел поохотиться на медведя. Природа Наторы, до Еленского района в целом, во-первых, красивая, имеет свои особенности. Я охочусь в разных улусах центральной части Якутии и могу сказать, что здешняя природа совсем другая. Тут очень рано выпадает снег, обычно мокрый. Сегодня даже вот немного дождит. Местность прекрасная. За эти три года только сейчас начинаю понимать эту тайгу. Местные очень ждут первый снег, потому что именно в это время можно встретить следы медведя. И едущие верхом охотники, увидев эти следы, останавливаются, привязывают своих лошадей, а затем и собак. И начинают тропить медведя. Он обычно в это время лежит возле своей берлоги, сторожит ее. Если на улице тепло, он не залегает. Рядом с берлогой изучает следы, осторожничает. В общем, затаивается рядом с местом своей зимовки. И вот местные мужики скрадывают его без собак. Оказывается, ленские охотники практикуют такой удивительный метод охоты. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня пойдем вниз по речке Первая Мода, перейдем на Вторую Моду и по ней дойдем до речки Арганча. Основные помощники в поисках зверя – опытные собаки Булчут и Берген. Лошади и охотники готовы. Настало время отправиться в путь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Следы волков. Кажется, они прошли здесь вчера. Их стало заметно больше. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Промысел Соболя начал вся. Первый Соболь добыт. Как раз когда охотники добираются до второй избушки, начинает идти мокрый снег. Пока ребята занимаются бытовыми делами, готовят ужин, Эдуард садится у окна, чтобы снять шкурку Соболя. Сезон охоты на Соболя открылся. Он прилично распушился. Когда были дожди и шел мокрый снег, мы с Юрием видели по пять Соболей в день. Осенью в основной рацион питания Соболя входит голубика. А нынче рост ягод был очень слабый. Соболю пришлось мигрировать. Но в одном месте, на реке Дюкте, голубика росла на ура. Завтра отправимся туда. Это первичная обработка. Шкурка в таком виде замораживается. Сегодня видели следы трех волков. Этой осенью лосей не видать. Вот мы с Юрой пришли к выводу, что все-таки, наверное, их разогнали волки. Места, где охотится Эдуард, находятся на стыке двух регионов. На границе Якутии и Иркутской области. Поэтому разрешение и путевки Эдуард получает и тут, и там. Радиус работы этой штуки 15 километров. Современным охотникам сэкономить время помогает GPS-навигатор. А еще удобней, если он с ошейником для собаки. Так Эдуард может видеть, где находится его верный и опытный пес Берген. Продолжение следует... Нынче осень заметно теплее, чем предыдущие годы. Земля еще не промерзла, а снег уже лежит. Под ней почва совсем мягкая и мокрая. Местами бегут рючейки. Это добавляет пешим охотникам, да и лошадям, дополнительные трудности. Продолжение следует... 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 Надрез я делаю с локтевого сустава к лапке. А здесь сонального отверстия тоже прямо к лапкам. Раньше требовали, чтобы сохраняли когти. А сейчас, наоборот, говорят. При транспортировке крупных партий выделанной шкуры, когти царапают и повреждают другие шкурки. Поэтому сейчас требование к сохранению когтей не такое строгое, как раньше. Чтобы хорошо снять когти, надо слегка помучиться. Раньше-то и света не было. Выделывали при свечах. И фонарей налобных тоже не было. Сейчас есть все условия для охотника. Было бы только желание. Д声и на вершинку. И я не знаю, это все так. Как бы человек, он была неожиданной шкуркой. И не заболевали. И мы выдержали. И мы подошли к другу. И мы с вами просят incubation. И мы с вами оцените свой странный шокон. И мы с вами родим. И мы с вами были в армии. И мы с вами просят. И, мы с вами заходили. И мы прям приют. И мы с вами с вами подойдем. Субтитры сделал DimaTorzok Я совсем недавно узнал, что рабочими перчатками скоблить мездру очень легко, только надо надеть их задом наперед. При первичной обработке хвост обязательно надо вспороть, чтобы он не засох. В последующем эти шкурки будут обработаны, почищены, выправлены и просушены. Итак, дорогие друзья, про Ленскую тайгу и наторинских охотников можно рассказывать бесконечно. Как было сказано ранее, эти леса просто пропитаны духом охоты. Пожелаем наторинским охотникам удачи в их нелегком труде. Ну а на этом, дорогие друзья, мы прощаемся с вами. До свидания, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok